Друзья, как мы и обещали, мы проведем сегодня акцию вместе с полицейскими, которые разводят людей. Не, не, мы поможем полиции, потому что говорят, что мы не помогаем. Давайте так, ну куда ты ушел? Мы поможем сегодня, выходной наш день, провести акцию по поводу запрета фур проезд по мосту. Там знак стоит 15 тонн, и полицейские останавливают все фуры и выписывают постановление. Потом там проверяют еще какие-то документы, ну много-много-много чего будет интересного. Я имею ввиду, когда они туда проезжают, они выписывают там. Кто не знает, это Харьковская область, ПГТ, а, город, извиняюсь, город Мерефа. И здесь работает у нас полицейский из дорожной, из дорожки я хотел, я хотел сказать из дорожной службы. Полицейский шестых рот. Но здесь еще присутствуют СРПП. Те же ребятки с теми же запросами. Еще раз вам повторяю. Денег никому давать не нужно. Если вам нужна помощь, пишите, пожалуйста, к нам в чат надзор Харьков. А вот здесь вот так, большими буквами написано. И мы приедем, если это выходные дни, мы больше среагируем. Если это будние дни, ну придется вам потерпеть. И, пожалуйста, учите нормативно-правовые акты. Тогда будет все хорошо. А теперь мы смотрим, как полицейские будут разворачивать фуры. И какой кипиш сейчас будет происходить. Поехали. Так, друзья, ну вот едет первая фура. Мы сейчас посмотрим, как полицейские будут разворачивать данную фуру. Сейчас водитель просто охереет. Он охренеет. Ладно, пошли. Ты же тоже смотришь, что фура не ехала другая. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Братан, это не мы виноваты. Это они виноваты. Они просто таких, как ты, разводят на бабке. Понял? А там знак висит 15 тонн. Разворачивайся. Друзья, ну первая фура у нас прошла. Будем теперь смотреть. И я думаю, что мы будем проводить эту акцию до тех пор, пока не заменят... Сейчас я вот так лучше стану. Пока не заменят данный знак. Его там не должно быть. А если он должен там быть, там должна быть Укртрансбеспека, чтобы взвешивать. Я думаю, скорее всего, мы будем такие акции проводить по выходным. Брать полицейских, выдёривать их с поста. И будем действительно... Поэтому, ребята, дальнобойщики, на нас обид не нужно таить. Мы делаем это во благо вам. Во-первых, мы делаем, чтобы дороги вы не разбивали. А во-вторых, чтобы вас не разводили на бабки и не выписывали вам постановления. Поэтому ждём ещё фуры и будем смотреть, как работают полицейские. Вот ещё едет одна фура. Ребята, дальнобойщики, на нас обид не надо таить. Просто мы приехали на помощь. Точно такому же хотели развести на постановление. Там знак 15 тонн. Должно быть вот так вот. Мы этот вопрос будем поднимать в УПП теперь. Субтитры делал DimaTorzok Братан, так что разворачивайся. Без вариков. Там 15 тонн даже нет. Вообще, я не знаю. Пусти. Вот тонн есть. Где? Где? Так что, ребятки. Ну, вот такая вот тема. Потому что действительно мусора уже охренели. И мы будем, я думаю, всё-таки проводить. Я ещё раз повторю. Вот фура разворачивается тоже. Сейчас я камеру направлю. Вот эта фура, она разворачивается и едет обратно. Если бы полиция вовремя, она вела порядок. Вот это что-то, нахер. И для него бы просто вопросов полиции не задавал. Вот и всё. А теперь вы вырываете. А вот эти трапы. Гойся, кто хочет из народа подтягиваться. Вот ещё фуры едут. Да, подтягиваются. А этот пустой. Несколько часов постоим. Без прицепов. Да, и выхлите, не волну. Вот, симметоник он развернул вообще. Так что, это обращение к управлению патрульной полицией. Вы, блядь, вместо того, чтобы кошмарить людей, вы сначала бы знаками занялись. А нет. Потому что у нас 95% знаков по Украине просто стоят не согласно ГОСТа. А вот эти... Я не буду говорить лица, кошмарят это. Человек. Не образоснования. Вот и всё. А были эти знаки, люди бы понимали, что там впереди есть мост. На котором нельзя ехать, они бы сюда и не ехали. Если мы это не сделаем, никто это делать не будет. Субтитры делал DimaTorzok Давайте трансбеспеку с вы сами будем проверять, а пускать не пускать. Сейчас? Сейчас забрать. Сколько там перед нами? Там стоит знак 15 тонн. Они останавливают всех водителей и штрафуют. А кто сказал, что у меня 15 тонн? Вот они определяют. Они определяют. На глаз, вот они. На глаз определяют. Чтобы они там не стояли, мы здесь теперь их поставили. Особенно глаз. Не можно насыпать. Можно. И нахуй можно насыпать. У нас не разорвать. Вот это нормально. Кто забородит? Вы забородите. Это чисто. Забородяем. Это чисто. Серьезно, я говорю, мы заставили их работать, вернее служить, а не так, как они догнали 9-тонников. А теперь правильно, я ему задаю вопрос, у вас вы сделали соответствующий запрос, соответствующие структуры? Они говорят, мы это не обязаны, я говорю, согласен. Вот и мы хотим узнать, а теперь мы их заставили. А теперь сейчас вы остановите, сейчас еще вы, еще другие остановите. Вот такие пусть останавливаются и сделаем кипиш здесь. Сейчас поеду, где по Харькову, проедать там не можно, 10-15 только. Я услышал. А потом ехать. Вот в том-то и дело, мы хотим узнать, пусть сюда руководство, сейчас всех сюда за. Тогда глушите машину и останавливаемся. Так они ехать или нет? Нет, они сейчас погонятся за вас и начнут крепить. И мы поедем. И посмотрим, как они будут доказывать. Ну, вот так. Короче, суть не в этом. Суть в том, что мы хотим сделать так, чтобы этот знак убрали или повесили правильность. Если вы поедете, они погонятся за вами. Цитика, вот так. Требен. Что? Требен. Все, все. Все. Требен. Требен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто смотрите, если они сейчас предупреждать не будут, они будут стоять там и выписывать постановление. Смотрите, нужно по максимуму сейчас, если у вас есть коллеги, чтобы сюда приехали, нужно либо тот знак убрать, он там не должен находиться. Понимаете? Мы их заставляем служить, потому что от этого уже пострадали водители. Передавайте по рации, пусть сюда подтягиваются люди. Ну, ваши коллеги пусть подъезжают. День Азербайджан Райка Эфира Эфира У нас она первая Эфира Эфира Дальше, у нас только там хорошо. Это же у нас много, да? В автомобиле, да? В автомобиле, да? В автомобиле, да? Да. Да, в автомобиле. В автомобиле, да? Да. Значит, наверное, за того у нас нет, да, и на сколько? 13,5 высота под на стол. Да, мне не видно. Ехать на стол? 13,5 высота поднимутся. Да, мне не видно. Только сюда один, а так, что я вообще до этого, я могу и не снижать. Как видите? Везде, вот, с рабочим знаками. Через Лаварию нельзя. Мост 3,5 на водоканале подручает. У меня, где-то, 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 где-то. Там, где-то, где-то, где-то. Там, где-то, 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 где-то. Там, где-то, 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 где-то. Скажи мне, как вы. Где-то, где машина свои дома за на розовую расседуную в токалочку, где-то, где-то, где-то. Как мне за ее выехать вот, на подчетку. И здесь все в вашем сфере? Как мне. Как мне. Как вы. Как мне. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Он теперь поедет на окружную, на Киевскую трассу, сделает очень огромный крюк, из-за того, что полицейские, если бы заранее на постах предупреждали водителей, было бы лучше. Они стояли на кормушке и не штрафовали других водителей. Поэтому, я думаю, водители, фуры, я вас очень прошу, не надо на нас обижаться. Мы хотим, чтобы действительно работали полиции, служили... Сейчас чувак сказал, если нет, он будет перетерываться. Я буду там разворачиваться. Он будет там пытаться разворачиваться. Я возвращаться не буду, у меня солярки нет. Все, отлично, отлично. Я не буду... Даду солярку, я разворачиваю. Поймите правильно. Я вас смотрю. Это хорошо. Я объяснил. Просто у нас был только что инцидент. Хотели оштрафовать водителя, если бы мы не приехали. Теперь мы и заставили служить по закону. Чтобы они стали и всех предупреждали. Вот им не заходы рубили. Поймите, вот из-за этого. Я извинялся на камеру сто раз перед дальнобойщиками, что не мы так захотели. Мы вызываем, сказали, чтобы сюда БДР приехал. В СПК Дорожьеву Руху. Он начинает рассказывать, я ему объясняю, что знак стоит прямо на мосту. Как фура увидит его. Вот так. Возле аэропорта. Едем в сторону Мереха. Да, так. Перед мостом сразу знак висит 10 тонн. Как это выразил? Мы будем поднимать эти все вопросы. Через заправку. Подождите, какой? Там нету. Если ты едешь за 40-й, 50-летний СССР. Ты представляешь, такую дуру развернуть? Разворачиваю. Мы там установим. Можно и хрен сломать. Конечно. Пойди у Макса пауэрбанк возьми. Сейчас я позвоню. Есть у вас коллеги, пусть сюда едут. Как меня выкатываете? Я обладаю, позвоню. Сейчас буду пришаться. Пусть едут сюда, либо закрывают знак кульками. А мне дают солярку обратно. Если развернутся, я скину. Либо он сейчас в натуре, он сейчас встанет и мы обоснованно все скажем. Будет пытаться развернуться и все. Нет, он просто встанет и будет стоять. Он увидел знак. Да, будет пытаться развернуться, правильно сказать. Нет, он просто встанет и будет спать там стоять. И все. А объясним водителям, что вот такая вот Петрушка. Поедет дальше, выпишут постановление. За что? За что я должен давать? Да не знаков он поставил. Я должен платить 250 грейминг. Я могу и больше заплатить. Просто поймите, с той стороны знака нет. Да, то есть можно ездить. Мы вот хотим понять, почему все это есть. Задайте, секундочку. Малон машины пошли, стой. Почему вы не тормозите? О, о, о. Ну ты согласен, что... Я сел уже, кому-то позвонили, но что-то не остановилось. Ты сам 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 БДЕ. Да это вообще он не БДЕ. Если бы не остановил человека, этого бы не было, если бы ты не остановил человека. Вы не остановили. Я же остановил человека. Ну красавчик. А если бы мы не приехали? Но было бы постановление. Было бы постановление. Следующий раз бы опять остановили. И вот до конца, вот теперь, наверное, получится. Надо там все висеть. Видите? А чем мы должны это делать, а не вы должны делать? В общем, ребятки, вот тоже человек на фуре нас поддерживает по поводу того, что мы ему поможем. Мы будем объяснять, почему это происходит. Потому что дорожные службы занимаются хернёй. А страдают обычные водители. В общем, я включусь ещё.